МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. В этом выпуске будем много говорить о политике. Попробуем разобраться, кто же может заменить Арсения Яценюка в кресле премьера. И когда может быть принято это решение. Еще одна важная тема. Встреча нормандской четверки в Париже. Дипломаты по итогам этих переговоров сделали неожиданно резкие заявления. Особенно непривычные для немецкого министра иностранных дел. Ну и еще одна важная тема. Не пропустите. Нидерланды. Там ровно через месяц состоится референдум, от которого зависит европейское будущее Украины. Вот неожиданно. Ключи от евроинтеграции нашей страны оказались в руках у голландцев. Скажут они Украине да или все-таки нет. Обязательно разберемся в эфире. Ну а начнем, пожалуй, с самой эмоциональной темы этой недели. Судьбы Нади Савченко. Судебный процесс против нее близится к финалу. Уже в ближайшие дни российский суд вынесет приговор. И он ожидается очень строгим, даже жестоким. Страна обвинения запрашивает, ну только вдумайтесь, 23 года тюрьмы для Нади. И как отмечают ее адвокаты, судья вполне может просто-запросто утвердить этот срок. Сама Надя запретила адвокатам подавать апелляцию на приговор. Мол, все равно в российском суде справедливости не дождешься. Так что единственная надежда в этих условиях на международную поддержку и на акции протеста. И вот как раз сегодняшний день, похоже, станет началом целой кампании в защиту Нади Савченко. Митинги в ее поддержку прошли сегодня во всех крупных городах страны, прошли за рубежом, в том числе и в самой Москве. Все детали давайте прямо сейчас узнаем у нашего корреспондента Руслана Смещука. Он с утра следит за происходящим. Руслан, вечер добрый. Так сколько же сегодня человек участвовали в этих акциях? Каковы цифры? Да, Дмитрий, действительно, сегодня сотни и тысячи людей по всей Украине, а также в странах Евросодружества и России выходили в поддержку Нади Савченко. Эти акции были целиком стихийные, так как адвокаты защита Надежды Савченко призывают всех выйти с пикетами на следующей неделе. В среду, 9 марта, именно тогда будет озвучен приговор российского суда. Но, как вы видите, настроения в обществе такие, что украинцы не стали ждать несколько дней и вышли на улицы. В Киеве центром протеста стал Майдан. За сегодняшний день там побывали сотни, практически тысяча горожан с плакатами и портретами Савченко. Там же присутствовали ее мама и сестра, ну а позже подтянулись политики, впрочем, вели себя достаточно скромно. Я написала в Меркель, я написала в Англию, в параллели английские, я написала в Франции, я написала в Папе Ринскому. Я до всех уже обратилась, не могу уже куда мне так, чтобы обратиться. Я надеюсь, что наша украинская власть предложит максимум усилий, чтобы наши детей вернуть в страну. Чтобы судья в Ставе сказал, что она невинна. Это будет единственное решение. Если этого не будет, а они возьмут еще какую-то несколько месяцев на написание своего вырука, я не знаю, что будет дальше. И что будет все, этот цирк подробно будет вместе с Надьей. Позже люди переместились под российское посольство. Здесь они требовали освобождения Надежды Савченко. Также некоторые участники кидались куриными яйцами в здание. И вот до сих пор можно наблюдать, что все окна в здании закрыты специальными противоударными металлическими ставнями. Но протесты проходили не только в столице. Сотни и тысячи людей в Одессе и Николаеве, в Харькове и Чернигове также выходили с пикетами, с акциями протеста. Кроме того, выразить свою солидарность украинской политзаключенной вышли люди также в Риге, Праге и в бельгийском Антверпене. И даже в Санкт-Петербурге сознательные россияне выходили в одиночные пикеты. А по-другому там просто нельзя, иначе заметет полиция. И выражали свою солидарность с Надеждой Савченко. Но наиболее масштабные акции протеста и пикета состоятся на следующей неделе, 9 марта, когда и будет озвучен приговор Надежда. И вот, скорее всего, к этим акциям протеста присоединятся другие европейские города, другие европейские столицы. Кроме того, сейчас один из адвокатов Савченко находится в США, так что стоит ожидать достаточно серьезной реакции и оттуда. Ну и в конце хочу добавить, что поступила реакция украинской официальной дипломатии. Так, сегодня в своем твиттере глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство одобряет проведение ненасильственных мирных акций протеста, направленных на освобождение Надежды Савченко. Ну вот, дипломатическим языком, по сути, как бы попросил людей присоединяться и как-то пытаться воздействовать на правительство России. Дмитрий. Да, коллега, спасибо, Руслан Смещук был с нами на связи из-под российского посольства, где сегодня было достаточно жарко, ну и все из-за Нади Савченко. К политике далее. На этой неделе только и разговоров было, а вот кто может возглавить правительство. Представляете, словно ремейк старого телевизионного шоу. Помните, кто хочет стать миллионером? Так вот, вся страна сейчас гадает, кто хочет стать премьером. Вот только вариантов ответа больше, чем четыре. Чьи только имена не называли. И Турчинова, и Гройсмана, и Ярейска, и дальше Бальсеровича. Но осталось только помощь зала попросить или звонок другу сделать куда-нибудь в Вашингтон. Но вот ведь в чем загвоздка. Чтобы кто-то из них, а возможно совсем другой политик, занял это свято место, его ведь должен освободить нынешний премьер Арсений Яценюк. А он таким желанием явно не горит. Ну, как рассказывают в парламентских кулуарах, опасаясь, видимо, что после отставки отношение к нему может измениться со всеми вытекающими. Ну, вы поняли, о чем я. Так это или нет, но без его заявления об отставке ситуация с мертвой точки не сдвинется. А вот когда оно будет и будет ли, по-прежнему вопрос. Ну, а пока Запад ждет от Украины простых и понятных вещей. Чтобы правительство, наконец-то, было дееспособным, чтобы программа действий Кабмина была адекватной и действенной. Чтобы политики перестали выяснять отношения, чтобы чиновники боролись с коррупцией, а попросту перестали воровать. Пока все это уже не просят, требуют украинские политики, все больше напоминают, ну, скажем так, небожителей, которым все же стоит спуститься с облаков. Наш парламентский спецкор Катя Лысенко. Как раз об этом. Парламентский зал пуст уже вторую неделю. Политиков практически не видно. Ведут переговоры, торгуются, оценивают шансы. Ищут выход, чтобы этот зал в принципе не опустел. Раду не распустят, только если они договорятся. Создадут то, что смогут назвать новой коалицией. Вот только с кем, какой ценой и на каких условиях. Пока конкретики нет. Политики, похоже, витают в облаках. Вот версия один. В коалиции могут остаться блок Петра Порошенко и Народный фронт. А вместо тех, кто громко хлопнул дверью, укрепят ряды большинства радикалами. Последние полгода с ними не церемонились и слов не подбирали. Но сейчас снова готовы задушить в объятиях. Пожертвовав лишь несколькими министрами, Яценюк в этом случае получает призрачный шанс остаться. Вот только надолго ли? Версия 2. Все та же четверка, а может и пятерка. Новая коалиция может сложиться из тех же блока Порошенко, фронтовиков, радикалов и самопомощи. И даже партия Тимошенко может примкнуть, если будет полная перезагрузка правительства. То есть замена не просто министров, а и премьера в первую очередь. А его кресло сейчас пророчат то Турчинову, то Яресько, то Гройсману, а может и темная лошадка появится. Имя, которое усердно скрывают, громко обсуждая этих трех политиков. Но версия 3. Лидеры фракции вообще не договорятся. Коалицию сформировать не смогут, и большинство рада проживет не больше месяца. А значит, пора учить предвыборные лозунги. Все на выборы. Какая из трех ставок сейчас сыграют? Политиков в Раде сейчас не застать. Чтобы расспросить, приходится ходить по кабинетам в поисках хоть какого-то ответа. Нам говорят, первый сценарий вернуть радикалов долго был основным. Обсуждать его начали сразу же, как коалиция лишилась Батьковщины и самопомощи. В комбинацию на троих ни Батьковщину, ни самопомощь пока не приглашали. Пытаются договориться без них. Но и там, и там сомневаются, что без них хоть что-то сложится. Двые большие фракции торгуются с радикальной партией. Варіант, что остается премьером Яценюк и не будет ротации кабина или частково министров, то этот вариант проживет недовго, я думаю, до лета. Давайте будем отвертыми. Схема 2 плюс 1 сложна тем, что у Олега Ляшко аппетит, как говорится, разыгрывается во время еды. То своих министров хочет, то место вице-спикера, то поговаривают и главное кресло в радио. Но то ли радикалы хотят слишком многого, то ли есть сомнения в прочности их обещаний, но в итоге с ними так пока и не договорились. Более того, фракция Ляшко тоже стала говорить о замене Яценюка. Требования заменить и премьера, и министров все громче. Сделают это, в коалицию могут вернуться все те, кто ее создавал. И может быть четверка, а то и пятерка, включая партию Тимошенко. Вопрос только, кто будет следующим премьером. Мы понимаем, что может быть замена Яценюка на Турчинова, одного представника Народного фронта на другого представника Народного фронта. Но сам Турчинов признался нам, не хочет. Хочу сказать только одно, что я не планирую переходить на работу до кабинета министров. Если не Турчинов, то кто? В кабинетах депутатов от блока Порошенко ломают голову, ведь не проблема заменить Яценюка. Вот только за кого соберутся нужные 226 голосов. Оба имени позволят сохранить Народный фронт в коалиции, но дама смутила радикалов. Я отлично знаю госпожу Ереська, но я не понимаю только одного. Почему все эти люди и что они здесь делают? Почему они сегодня занимают эту должность и что они сегодня здесь делают? В качестве советников – пожалуйста. Гройс, мы с моей точки зрения идеальный премьер-министр для нашей страны. И украинец, в конце концов. Вот только назначить нового премьера возможно, лишь если уйдет старый. Сам. И во фракциях не скрывают. Ждут, что 15 марта Яценюк сам попросится в отставку. На закрытых встречах его уговаривают поступить именно так. Но вот если глава Кабмина будет держаться за кресло до последнего, тогда... Тогда кризис так и останется кризисом с приставками. Глубокий, политический, правительственный, парламентский. А значит, возможен третий сценарий. Слово «перевыборы» сейчас звучит из уст представителей всех партий, хотя еще месяц назад его упорно избегали. Правда, и в пропремьерской, и в пропрезидентской фракциях все-таки надеются, до них не дойдет. Новый парламент, если он будет выбран, будет намного лучше, чем за этот. Позачерговый парламентский выбор, который, безумно, приведет к позажерковых президентских выборов, это развал нашей государства. А вот коллеги-депутаты те же перевыборы называют выходом из тупика. В кабинетах самопомощи это даже повод пошутить. Та же позиция и у Батьковщины, и у оппозиции. А выборы возможны, ведь дедлайн все ближе. И в Раде все чаще с волнением поглядывают, кто на календарь, кто на часы. До 15-го числа у нас еще есть очень много часов. Я думаю, что будет много разговоров, много встреч, много переговоров. Екатерина Лысенко, Иван Ашкиндер, Вадим Сферидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и еще один момент. Если уж о выборах говорят всерьез, и официально, и неофициально, в прессе все чаще появляется информация о том, что основные полиции уже разворачивают свои предвыборные штабы. Ну и нужно тогда вспомнить о социологии. А вот что могут получить основные партии в случае досрочных выборов? На этой неделе как раз появилась свежая социологическая информация. Ну вот если бы на момент опроса состоялись парламентские выборы, то в парламент, по данным социологов, могли бы пройти пять партий. Больше всего голосов набрал бы блок Петра Порошенко свыше 10%. На втором месте оппозиционный блок 10,2%, но меньше, чем у Порошенко. Дальше в таблице победителей значились бы Батькивщина 9% и Самопомич 8,5%. Радикальная партия Олега Лешка, по данным социологов, на грани. 5,6% при проходном барьере 5% и при том, что у опроса достаточно большая статистическая погрешность. Остальные партии, в том числе и про Премьерский народный фронт, по данным социологов, в парламент не проходят. Одно из главных событий уходящей недели – парижская встреча нормандской четверки. От этих переговоров министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России так многого ждали. Учитывая, что прошлая встреча в Мюнхене, по сути, была формальной. Поговорить по делу тогда в Германии не смогли. И договорились пообщаться, решить многие вопросы именно сейчас, в Париже. О чем? Слухи ходили разные. Пророссийские СМИ даже намекали. Мол, Франция и Германия намерены давить на Украину, чтобы Киев поспешил с проведением выборов на Донбассе. Отечественный министр иностранных дел призвал не обращать внимания на все эти, как он сказал, различные интерпретации. Ну, в итоге. В итоге заседали почти 4 часа, но серьезных подвижек не было и нет. Причем, обычно сдержанные дипломаты в этот раз были неожиданно откровенными, ну и скажу даже резкими. Павел Климкин кратко прокомментировал. Никаких выводов не получилось. Немецкий министр иностранных дел Франк Вальтерштайнмайер сказал, «Мы не можем быть довольны ни ситуацией в Украине, ни результатами сегодняшнего вечера». Обсудить эту ситуацию мы должны были в прямом эфире с министром иностранных дел страны Павел Климкин. Должен был в эту студию приехать, но вот буквально незадолго до эфира связался с нами, сказал, что заболел. Так что, к сожалению, официальную точку зрения пока не услышим, но все подробности узнаем. У Светланы Чернецкой наш европейский корреспондент следила за этой встречей, она сейчас в Лондоне. Свет, так чем же так недовольны, чем разоржены дипломаты? Да, Дима, очень удачно ты заметил раздражение, именно то слово, которым можно охарактеризовать результаты встречи «Нормандской четверки». Европейцам было очень важно показать жизнеспособность нормандского формата. По сути, большинство договоренностей между министрами Франции, Германии, Украины и России оказывались лишь пустыми разговорами, когда дело доходило до их применения. И эта встреча в Париже должна была стать переломной в истории конфликта. Но не случилось. В очередной раз нормандский формат подтвердил свою недееспособность. Особенно резким был немецкий министр Франка Вальтера Штайнмайера. Часто критиковали за мягкотелость, но в этот раз он показал свой характер. Досталось и Киеву, и Москве. Штайнмайер обвиняет их в неспособности вести переговоры и идти на уступки. Мол, и украинский, и российский министр жестко боролись за каждую деталь. Поэтому переговоры шли тяжело и противоречиво. Ну а самая проблемная политическая часть минского пакета. Все упирается в выборы на оккупированных территориях Донбасса. Германия и Франция настаивают, что голосование должно состояться в первой половине этого года. Но Украина возражает, требует сначала восстановления безопасности в регионе и полного прекращения огня. Кстати, европейцы очень обеспокоены ситуацией на востоке страны, где продолжают стрелять. Ну а самым оптимистичным из всех участников встречи выглядел французский министр. В этой кампании он новичок, только недавно возглавил внешнеполитическое ведомство. В роли принимающей стороны он озвучил то, о чем все-таки удалось договориться. Может в масштабе конфликта это и незначительные подвижки, но очень важные для жителей оккупированных территорий. А именно завершение отвода легкого и тяжелого вооружения, разминирование 12 приоритетных зон, а еще между военными и боевиками увеличить дистанцию в тех местах, где особенно часто нарушается режим прекращения огня. По более глобальным вопросам договориться не удалось. Все разошлись при своих интересах. И как сказал Штайнмайер, чтобы достичь успеха придется принимать смелые решения и идти на компромиссы. Вопрос пока только в том, кто первый не выдержит давление европейцев. Россия или все-таки Украина. Студия. Ну коллега, может быть вопрос еще в том, кто первый мудрость проявит. Вот не просто не выдержит давление, но и проявит мудрость. Спасибо большое. Светлана Чернецкая следила за нормандской встречей. Но есть еще одно заявление, которое принесла эта неделя. Вот не только эти громкие слова немецкого министра. Есть заявление, есть слова, которые наделали немало шуму. Вот они. В ближайшие 20-25 лет Украина точно не сможет стать членом Европейского Союза, а также не сможет стать членом НАТО. Это слова самого президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. Цитата из информагентств не передает эмоции. Вот я специально переслушал текст выступления политика. Скажу вам, что интенсионно он сделал ударение на слове «точно». Точно не сможет. И на первый взгляд это не просто предположение. Вот так, как он сказал, звучит как уверенность. Чтобы понять контекст, мы неофициально расспросили европейских дипломатов. Так вот, не все так плохо. Оказалось, что такое заявление Юнкер, ну, по крайней мере, по мнению тех, с кем мы говорили, сделал, чтобы охладить страсти. Поскольку выступал он в Голландии. Мол, там восприняли соглашение об ассоциации с Украиной как первый шаг нашей страны к членству в Евросоюзе. И нужно было просто успокоить страсти. Мол, когда это еще членство будет? Ну, там, 20-25 лет, явно не на вашем веку. А в самих Нидерландах уже через месяц референдум. Поддерживают ли жители страны ассоциацию Украины с ЕС? В ожидании результатов, вы знаете, даже переговоры по безвизовому режиму с Киевом приостановлены. И до сих пор непонятно, как действовать Брюсселю, если итог этого референдума будет негативным. А вот опасения такие есть. Слишком уж активны те, кто агитирует против Украины. Поехать в Голландию и самому разобраться. В этом мы попросили нашего корреспондента Вениамина Трубачева. Вот он сейчас на прямой связи со студией. Коллега, вечер добрый. А видны ли сейчас уже в Голландии приготовления к этому злополучному референдуму? Продолжение следует... Основная борьба сторонников и противников подписания ассоциации с Украиной разворачивается в интернете. Вот если просто на улице пообщаться с людьми, многие не знают, что 6 апреля пройдет референдум. А те, кто знает, многие из них точно даже не могут сказать, какой вопрос будет рассматриваться. Но политики объясняют, что активная агитационная кампания еще не началась. Она стартует приблизительно за две недели до дня голосования. Ну, если кампания не началась, то в любом случае, мы же с вами видели, вот в новостях наши зрители явно смотрели эти заявления о рулонах туалетной бумаги с призывами против Украины. И о фильме, который снимается с намеком, что Украине не место в Евросоюзе. Что говорят, в принципе, в Голландии об этой кампании? Неужели это в самом Мстердаме, там где-нибудь в Гаге придумали? Или наш северный сосед вот тоже приложил руку? Действительно, Дмитрий, в интернете, на телевидении, в газетах очень много информации, которая не в лучшем свете выставляет Украина. Очень много антиукраинской риторики. И вот политики, эксперты напрямую не говорят, что Россия финансирует некие компании, которые могут эту риторику и эти сообщения вбрасывать и распространять. Но не на камеру те же политики и эксперты говорят, что, вероятно, влияние России все-таки существует. Дело в том, что в Голландии очень много совместных нидерландско-российских компаний, совместный капитал, который может быть заинтересован в том, чтобы Украина не подписала соглашение об ассоциации. И вот мне удалось пообщаться с политиками, с экспертами и представителями украинской диаспоры, чтобы самому разобраться в причинах происходящего, собрать полный спектр мнений и сделать прогнозы, какими же могут быть результаты голосования. И вот мне удалось узнать, что, возможно, референдум в принципе может и не состояться. Почему? Предлагаю посмотреть в моем материале. Да или нет Украине? Ключи от дверей в Европу для Киева сейчас в руках жителей Нидерландов. Ровно через месяц, 6 апреля, страна тюльпанов и референдумов проведет очередной. Одобряют ли голландцы соглашение об ассоциации Украины с ЕС? В стране недавно изменили закон, мол, у нас прямая демократия, теперь любое решение парламента граждане могут отклонить. И украинский вопрос стал пробным шаром, первым документом, судьбу которого после того, как высказались парламентарии, решат сами люди. По местным законам комиссия, отвечающая за проведение референдума, выделяет по 700 тысяч евро сторонникам и противникам ассоциации с Украиной. Еще 600 тысяч идет тем, кто придерживается нейтральной позиции. В общей сложности 2 миллиона евро. Но в законе лазейкой ей воспользовались все, кто только мог. К примеру, компания с говорящим самим за себя названием «Распутин» получила от государства 500 тысяч евро на производство туалетной бумаги с призывами не принимать Украину в ЕС. Ее планируют занести в госучреждения и даже просто на улицах раздавать. Автор идеи теперь частый гость всяческих ток-шоу. Мы сделаем 100 тысяч рулонов и на них напишем статистику. В среднем украинские мужчины удирают своим детям 4 минуты в сутки. С Украины к нам едут их красивые женщины. Украинцы много пьют. Нужны ли вам такие соседи? Рубен теперь не сходит с экранов. С чего бы такая активность? Вот только странно. Разыскать героя телепрограмм в реальной жизни невозможно. Судя по адресу, компания с загадочным названием «Распутин» находится здесь. Но вывески нет, окна закрыты. Похоже, здесь нет никого. А на телефонные звонки в офисе уже третий день не отвечают. И вот еще пример. В Голландии скоро начнут снимать телесериал об Украине. Производитель не какая-нибудь местная студия, а сам Эндемол. Крупнейший голландский продакшн с представительствами в 23 странах мира. Владелец форматов «Фабрики звезд», «Большого брата», «Фактора страха» и даже «Бесконечного дома-2». Просто накануне референдума могут выйти пилотные серии новой мыльной оперы. Сюжет «Украинский олигарх» подкупает еврокомиссара, чтобы грязными деньгами добиться вхождения страны в ЕС. Причем эти планы студия не разглашала ни промо, ни рекламы. Кто будет сниматься, в каких странах ЕС покажут сериал и купят ли его для проката один из главных заказчиков шоу «Эндемола» – Россия. Вопрос пока открыт. Но то, что идеи для антиукраинской компании могут придумывать вовсе не в Гааге или Амстердаме, тут предполагают многие. То, что Нидерланды влаштованы евроскептично, сейчас могут использовать Россию на свою пользу. А польза России в этой ситуации – это недопущение ассоциаций, недопущение взаимодействий более честной Европы и Украины. Это, в принципе, дестабилизация ситуации в Украине. Евгений Левченко! У него десятки тысяч поклонников. Евгений Левченко, пожалуй, самый известный украинец в Нидерландах. Игрок сборной Украины долгое время он играл в местных футбольных клубах, а сейчас работает спортивным комментатором. Так что в местном медиарынке разбирается, как никто другой. Я читал соглашение, и если брать глобально, то это будет в пользу и для Голландии, и для Украины. Поэтому я голосую за. Чтобы убедить голландских людей, требуется большая медийная поддержка. Стоит включить телевизор или открыть местные газеты, ощущение, что евроскептиков слышно, а вот сторонников Украины не очень. Известный в Нидерландах философ Рюд Мэй из тех, кто за. У вас есть опыт Майдана. Мы видели, как вы боролись за то, чтобы стать демократической страной, без коррупции. И я хочу вам помочь. Видя, что на экраны не пробиться, Рюд призывает записывать видеоролики, воевать за Украину в социальных сетях. И сам подает пример. Но агитировать сложно, учитывая, что рекорды по просмотрам в соцсетях бьет совсем другое видео. Все новые и новые подробности кражи голландских полотен. Она произошла еще 10 лет назад, но случайно или нет, но скандал разгорелся как раз незадолго до референдума. Их якобы нашли на Донбассе, потом картины перекочевали в частные коллекции. Стоит скандалу вокруг украденных картин чуть утихнуть, он почему-то опять снова и снова всплывает в СМИ. В итоге слово «Украина» у голландских обывателей все чаще ассоциируется с войной и беспорядками. В том, что скандал с картинами повлияет на будущий референдум, признается и Артур Брандт, частный детектив, занимающийся этим делом. Если картины и украденное серебро вернут до референдума, это было бы прекрасно для всех. Для Украины, для Нидерландов. И это может сыграть ключевую роль во время голосования. Это создало бы позитивный имидж. А вот негативный создают наши внутренние проблемы, которые страна никак не решит. И в первую очередь коррупция. Много денег идет съезд в Украину, но большая часть оседает в карманах олигархов. Сейчас коррупция центральная проблема в Украине, поэтому я противник соглашения. Что случится, если Голландия скажет нет? Возможен даже континентальный кризис, признался на днях глава Еврокомиссии. По словам Юнкера, отрицательный результат будет на руку только России. Но пока что противников у украинцев в Голландии хватает. А в сторонниках, разве что чиновники, да, традиционная голландская безалаберность. У нас вообще мало кто интересуется политикой. Это сложный вопрос. Сколько людей придет на голосование? Если будет меньше 30%, по закону выборы будут недействительными. Нам с вами эта политичность вполне способна сыграть на руку, если за оставшийся месяц евроскептики, раздав всю туалетную бумагу, не придумают новые поводы для скандала. Вениамин Трубачев, Василий Тружковский и Марьяна Бурякова. Подробности недели телеканал Интер, Амстердам, Нидерланды. Еще одна новость уходящей недели, о которой стоит упомянуть. В среду в Минске удалось договориться сразу о двух вещах. Разминирование и запрете военных учений в 30-километровой зоне вдоль линии фронта. Ну, пожалуй, впервые за много месяцев. Встречи в Минске заканчиваются не просто дискуссиями, а конкретным результатом. Насколько реально будет соблюдать такие договоренности, еще вопрос. Но уже сам факт, что по этим довольно болезненным темам удалось найти компромисс, говорит о том, что потенциал у минского формата еще есть. Ну, а чем живут сами люди в прифронтовых районах? И в конце концов, и в Минске, и на переговорах в Европе. Речь ведь всегда идет прежде всего об их судьбе. О судьбе тех, чья жизнь проходит в считанных километрах от линии столкновения. Мы решили дать слово сегодня им самим, тем, кто эти длинные выходные и сам праздник 8 марта проведет там, куда война может вернуться в любую минуту. В Луганской области соблюдается относительная тишина. И местные жительницы, и женщины военные, естественно, хотят, чтобы она соблюдалась как можно дольше, лучше всего навсегда. Но, тем не менее, окна в многих домах еще заклеены крест-накрест на случай обстрела. В местном прифронтовом магазине недалеко от трассы Бахмутка, где так недавно гремели бои. Много покупателей в военной форме. Продавец Наталья до сих пор неохотно и напряженно говорит о положении дел здесь, даже в преддверии праздника весны. Военные из этой бригады здесь, на самом востоке страны, в Луганской области, будто показательно, с самого запада, из Яврова, что подо Львовом. Это так называемая железная 24-я бригада, название еще со второй мировой. Две связистские бригады, две Оксаны, железные леди. Но даже на войне женщины остаются женщинами. Перед праздником сделали друг другу маникюр. Мы сами себе мастера. Ну так, сами все делаем. Я думаю, что не будет приятно смотреть на нас, да, таких никаких. Поэтому для того, чтобы поддержать боевый дух себе, чтобы на нас было приятно посмотреть, ну, так это обязывает. Мы же женщины в любой ситуации. На фронт пошли добровольно. Шутят. Половина военного рюкзака косметика. Праздника ждут, как и все женщины страны. Наверное, будет какой-то сюрприз, может быть. А может быть, это будет обыкновенный рабочий день. Мы же находимся в зоне особой. Пусть лучше ничего плохого не случится. Вот и все. У местной жительницы Ларисы за пазухой маленький ягненок. Муж купил восьмерых таких. Надеются, тишина на фронте продолжится, и можно развивать хозяйство. Муж привез, подарил на восьмой марта. Серьезно? Три недели только. Моя девочка, девочка. Хочется миром. Дети и внуки Ларисы, переселенцы, сейчас в Тернопольской области, мечтают, чтобы они вернулись домой. Мариупольское направление. Еще недавно эта часть поселка Павлополь была серой зоной. Линия фронта здесь почти на год остановилась возле реки Кальмиус. Единственную переправу боевики подорвали. Чтобы снова взять поселок под контроль, украинские военные провели целую спецоперацию. Переправу в Павлополе уже восстановили. С недавнего времени в поселок даже пустили маршрутки из Мариуполя. Сюда понемногу возвращается нормальная жизнь. Мой бывший замдиректора по выховной работе, мы с ней 18 лет в одной упряжке проробили. Уже бывшего директора и бывшего зауча когда-то свела эта сельская школа. Татьяна Ивановна последние годы работала здесь обычным учителем биологии. В ее кабинете осталось все так, как и в последний день работы. А рядом в маленьком школьном музее даже собралась небольшая экспозиция и этой войны. Свежие минометные осколки теперь соседствуют с экспонатами Второй мировой. Какое-то время дети учились даже во время активных боевых действий. Но весной прошлого года у родителей просто сдали нервы. И детей перевели в Мариуполь. Начинается обстрел, все в коридорах. Они уже знали, что подзвонок, тридзвонок это у нас умовно. Все выходят сюда, сидят на чоли с учителями и пока обстрел закончится. Мы до весны, минулого года, мы еще воювали, чтобы детки зверхти школу тут. Но потом родители уже боялись. Теперь Татьяна Пугач безработная. В этом учебном году Павлопольскую школу уже официально закрыли. Ее надо восстанавливать, а денег в бюджете пока на это нет. Позапрошлой весной Татьяна Ивановна этого не могла себе представить даже в страшном сне. Ровно два года назад вместе с учениками она готовила школьный спортзал к 8 марта. Вот тут натягивали занавес, вот тут у нас все квитками украшено, вот это все закрывалось. Ну, кто заходит, говорит, ну райское местечко. Хотя сейчас тут и не стреляют, люди все равно живут в постоянном страхе возвращения войны. А значит, школа будет пустой. Руслан Смещук, Станислав Кухарчук, Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Владлен Ноль. Подробности недели телеканал Интер. Урегулирование на Донбассе, ну а еще украинские политические расклады. Давайте вот прямо сейчас подробно обсудим с гостем Юрий Анатольевич Бойко к нам подъехал в студию. Вечер добрый, спасибо, что приехали. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, хочу начать вот с того, что вся страна в принципе неделю обсуждала. Нормандская четверка, те заявления достаточно резкие, может быть даже не очень дипломатичные, которые были сделаны. Но вот в частности, Штанмайер, министр иностранных дел Германии, сказал, что Минск необходимо быстрее реализовывать, иначе может быть утрачена легитимность и авторитет усилий нормандской четверки. А как это понимать? Что это значит? На самом деле, очень плохо действительно, что не была отфиксирована дата проведения выборов на Донбассе, поскольку именно после проведения выборов на этих территориях, мы считаем, начнется восстановление территориальной ценности нашей страны, возврат территорий и людей в Украину. Это плохо, но тем не менее, диалог этот надо продолжать, потому что мира хотят все, мира хочет подавляющее большинство населения. И вы знаете, когда говоришь об этом и видишь кадры по телевизору, это одно. А когда вживую смотришь на людей, вот как мы приехали в райцентр Попасное, через два дня после завершения обстрелов, и в Хручевской пятиэтажке, в подвале, 30 человек, жителей этого дома, они находились там 51 день. Женщины, дети, старики. И когда они оттуда вышли, и вот этот ужас видишь сам, своими глазами, то, конечно, желание, любая задача политиков немедленно и как можно быстрее это прекратить. И у меня стоит до сих пор в ушах рассказ женщины из этих же жителей, когда у ней умерла мать в период обстрелов, она 21 день не могла ее вывезти похоронить, поскольку все боялись выезжать на кладбище из-за стрельбы. И вот такие жизненные трагедии, они там на каждом шагу. Поэтому задача политиков как можно быстрее прекратить эти трагедии и выйти на устойчивое мирное урегулирование. Вы же знаете, что большинство политиков выступают кто открыто, кто кулуарно против проведения выборов там. Вот какие шаги могут быть сделаны, чтобы выборы прошли? Я считаю, что они должны понять, что альтернатива проведения выборов и возврата территории это замороженный конфликт на годы, что является сегодня самым страшным. Этот нарыв будет всегда, если его сейчас не вылечить. А вылечить можно как первый этап только проведение выборов и получение там легитимной власти. Нынешний состав Верховной Рады, вот нынешний расклад, нынешние партии, которые представлены, они способны договориться по Донбассу? Я думаю, нет. В парламенте превалирует партия войны. Парламент был избран в период активных боевых действий и соответствующим образом оценивает все процессы. Поэтому, не только из-за этого, но, мне кажется, нас ждут перевыборы парламента, поскольку такое катастрофическое падение уровня доверия людей к парламенту, которое произошло сегодня, а я хочу напомнить, что парламенту доверяет только 5 или 7% населения страны, оно делает невозможным его дальнейшую эффективную работу. Поэтому, не только из-за минских соглашений, а из-за экономической ситуации в целом, скорее всего, нас ждут перевыборы. Ну, может быть, еще договорятся те фракции, которые входят в коалицию, там, на каких-то условиях, сдав Яценюка? Так, а дело даже уже не в Яценюке. Дело в том, что парламентская коалиция по конституции выборов правительства, назначив его, и проработал полтора года, и коалиция, и правительство, оба потеряли доверие людей. И даже поменяв правительство, хотя я сомневаюсь, что они там могут как-то договориться, с учетом тех противоречий, которые есть там внутри, и которые, к сожалению, видны не только даже нам, внутри страны, а они выходят за рубеж, они видны на форумах на всех, и иностранцы, западные партнеры смотрят с недоумением вообще на то, что происходит вот этот политический бардак и раздрай. Я думаю, что они вряд ли договорятся. Многие говорят о том, что на следующей неделе может быть специальное заседание, внеочередное заседание, назовите как хотите, заседание, на котором вот могут решать вопрос премьерам. Насколько это вероятно? Наша позиция, мы можем прийти на внеочередное заседание. Собственно говоря, его надо проводить больше заседаний парламента, но решать и принимать на те законы, которые нужны людям. Изменения в бюджете по индексации зарплаты пенсий, изменения в налоговом кодексе, чтобы поддержать фермеров, реализация тех же минских соглашений. А вот все то, что сейчас пытаются провести через парламент правящая коалиция, оно может важно для них имиджево, они так считают. Но это не имеет ничего общего с тем, что нужно для народа. Народ сейчас волнует экономические вопросы, цены, тарифы, рабочие места. И вот если будет эта повестка дня, то мы, конечно, будем ее поддерживать. Ну а есть какая-то компромиссная фигура, которая всех может помирить? Ну вот назывался в прессе там тот же Лешик Бальцерович, вот якобы появится кто-то с именем и все наладится в стране. Ну мы уже видели, чем закончилось приглашение иностранцев на руководящие должности в правительство. Мы с самого начала были против этой позиции, когда находят представителя другой страны, за два дня дают ему паспорт и рассчитывают на него, на какую-то панацею, что он спасет. Такого не будет. Должна быть слаженная работа и доверие в обществе. И людей, которые будут в правительстве, должны быть выбраны таких, которым общество доверяет. Они просто нашли очередного руководителя, там как-то договорились, его, грубо говоря, воткнули, и потом рассчитывают, что он выведет страну. При том, что большинство правящей коалиции, оно на это не настроено вообще. Они живут какой-то своей жизнью, принимают законы, которые, по их мнению, им нужны, а на самом деле это не имеет ничего общего с тем, что нужно народу. С тем, что нужно людям, которые ждут от них решений, поддерживающих их жизнь. Ну, понятно, будем ставить на этом точку. Спасибо за разговор. Спасибо вам. И накануне завершилась целая судебная эпопея, и даже сразу не определишь, как ее называть. То ли судебной драмой, то ли телевизионной комедией. Наш телеканал вынужден был долгие месяцы судиться с малоизвестной телекомпанией «Малятка ТВ». После десятка судебных заседаний Интер отстоял свое право на вещание. Оксана Григорьева об этом. Мультики окончательно проиграли. Киевский апелляционный административный суд отклонил требования «Малятка ТВ». Эта новость не стала бы топовой, если бы под прикрытием детского телевидения не пытались закрыть большое информационное вещание. «Малятка ТВ» претендовала на частоты Интера, крупнейшего телеканала страны. Еще в прошлом году Владимир Кметик, директор «Малятка», подал в суд сразу несколько исков с требованием аннулировать лицензию Интера. Неожиданно претензии «Малятка» поддержали и народные депутаты, как на подбор всеизнародного фронта. Николай Княжицкий, известный еще по истории с рейдерским захватом телеканалов «СТБ» и «ТВАЙ», появлялся в зале суда, пожалуй, так же часто, как и в зале Верховной Рады. Каждое заседание суда сопровождалось еще и шумной массовкой, от простых активистов до прямо подчиненных МВД бойцов полка «АЗОВ». Теперь во всей этой истории поставлена точка, как и в предыдущей, когда на частоты Интера посигнула металлобаза. И тоже в судебном порядке. Еще в прошлом году компания из Ивано-Франковской области, занимавшаяся ранее в основном металлоломом, подала 11 исков с требованием лишить лицензии крупнейший телеканал. Эта металлая эпопея закончилась так же бесславно, как и попытка закрыть информационное вещание с помощью «Малятка ТБ». Несмотря на то, что в устав металлобазы срочно добавили пункт о производстве кинопродукции, ввести в заблуждение суд не удалось, как и наблюдателей, которые усмотрели в этой истории еще одну попытку рейдерского захвата. Участники процессов теперь даже шутят. Возможно, в ближайшее время нападать на Интер будут Децат ТВ, Зоопарк ТВ или какая-нибудь автомойка. Владельцы которой, познакомившись с нардепом Книжицким, тоже захотят показывать сказки вместо новостей и вместо расследований, которые проводят наши журналисты. О коррупции, в том числе в системе МВД, и о рейдерских захватах, с которыми связаны в том числе и депутаты от Народного фронта. И давайте сменим тему, разберемся с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Одна из самых стабильных стран, и вот неожиданно, одна из самых непредсказуемых предвыборных кампаний. От ее результатов очень многое не только для Америки зависит, но и для других стран, в том числе для нас с вами. Дональд Трамп или Хиллари Клинтон, похоже, именно вот эти двое становятся лидерами в предвыборной гонке. Трамп может стать кандидатом в президенты от республиканцев, а Хиллари Клинтон от демократов. И в зависимости от результата выборов, это могут быть две совершенно разные Америки. Америка Трампа и Америка Клинтон. А вот что изменится для Украины, если главное кресло в Белом доме займет кто-нибудь из них? Об этом можно судить уже сейчас, если послушать предвыборные заявления. Украина прекрасное место, я был там и мне понравилось. Но делать что-то должна Германия. Почему всегда мы? Что нам до Украины? Понятно, мы будем работать с этой страной, все хорошо. Но почему Германия сидит с ложа руки? Она такая богатая, у них там мерседесы делают. Но почему всегда Соединенные Штаты должны быть главным в мире полицейским? Знаете, у нас столько долгов. Почему мы должны помогать Украине в первых рядах? Это должны делать европейские страны. Я думаю, мы должны предоставлять больше финансовой помощи правительству Украины, потому что сейчас нам пытаются перейти от непрофессиональной коррумпированной системы к той, что действует по мировым правилам. Я думаю, мы должны больше помогать этой стране, защищать ее границы. Новое снаряжение, больше учений. Украинская армия и простые украинцы, которые воюют против сепаратистов, доказали, что заслуживают более сильную поддержку, чем до сих пор мы предоставляли. Они говорят, что это не они сбили самолет. Это может быть их оружие, но они его не использовали и не стреляли из него. Они даже заявляют, что другая сторона выстрелила, чтобы обвинить их. Честно говоря, мы, вероятно, никогда не узнаем наверняка. Кто мог сбить этот самолет? У кого было необходимое оборудование? У кого хватило знаний и опыта сбить коммерческий рейс, который следовал на огромной высоте? Многое указывает именно на российских военных. Судя по экспертизе, оборудование российское. Но мы видим падение российских рынков не только из-за сбитого самолета, а из-за конфликта на востоке Украины и роли России в нем. Считаю, что Украина не получает достаточного уважения со стороны других европейских стран. США вас поддерживают, но только на словах. Наш президент недостаточно силен и не делает того, что должен для Украины. Частично проблема состоит в том, что Путин совершенно не уважает нашего президента. Считаю, что Путин перестарался и переоценил свои силы. Очевидно, что он аннексировал и оккупировал Крым. Хочет держать Украину в нестабильности, пытается запугать украинскую власть, заставляет отвернуться от Европы. Считаю, единственный понятный ему язык, очень жесткий. Санкции. И это очень важная часть. Мы видим, что они действуют, хотя вряд ли остановят его. Ну и вот такие заявления делают политики в пылу предвыборных страстей. Наш Сапкор в Вашингтоне Тихон Дзятко тоже за этим наблюдает. Вот он сейчас на связи с нами. Сможем расспросить. Тихон, добрый вечер, добрый день. Правда ли, что ситуация с американскими выборами все-таки проясняется? И выбор будет между Трампом и между Хиллари? Дмитрий, да, действительно многое говорит в пользу того, что участниками гонки станут именно эти двое. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. По крайней мере, их шансы наиболее высокие по состоянию на сегодня. Особенно с учетом результатов супервторника, когда они победили в наибольшем количестве штатов. Главный соперник Хиллари Клинтон Берни Сандерс теоретически еще может забрать у нее лидерство. Но следующие голосования пройдут как раз в тех штатах, где у Хиллари поддержка достаточно высокая. Так что шансы Берни невелики. Но вот у республиканцев все намного сложнее. Трампа еще могут остановить. Пока он побеждает в штате за штатом, он превратился уже в национальную сенсацию. Все его выходки и громкие заявления сразу же попадают в топы новостей. Долго обсуждаются. К тому же, данные соцопросов показывают его уверенное лидерство среди сторонников республиканцев. Но все-таки элита партии, партийное руководство выступают жестко против Трампа. Они не хотят видеть его кандидатом в президенты. Говорят, что он совершенно неуправляем и непредсказуем. Таких в американскую политику стараются не допускать. Так что интрига с выбором республиканцев все-таки остается. И разрешится она, скажем, не раньше, чем через несколько недель. Коллега, ну я вам скажу, я не так давно был в Америке. Говорил в том числе и с людьми, которые работали в государственном департаменте. Там убеждены, что республиканцы могут и провалить Трампа, даже если вот он во время Праймерис наберет голоса, что на конвенции проголосуют против. С Хиллари этой интриги уже не будет. Понятно, что у нее очень великие шансы стать кандидатом в президенты от демократов. Что в Штатах говорят сейчас? Что пишут? Не придется ли ей, вот сейчас, будучи таким достаточно активным, проукраинским политиком, все-таки, когда, или если, или когда она станет президентом, отказаться от этого? Ну, в силу того, что американцы, честно говоря, хотели бы, многие из них, чтобы президент сосредоточился на внутренних проблемах. Ну, стоит помнить, что Хиллари Клинтон последовательный сторонник политики Барака Обамы почти во всем. А он, напомню, например, буквально на днях продлил санкции против России, связанные с Украиной, еще на один год. Уже хотя бы поэтому от нее не стоит ожидать каких-то резких шагов. Все, что было при Обаме, точно будет при Клинтон. Кроме того, Хиллари в ходе нынешней предвыборной кампании не раз высказывалась за большую военную и финансовую помощь Киеву. Ну и главное, у Хиллари есть опыт общения с украинскими политиками. Она хорошо понимает, чего от них ждать, чему верить, как лучше поддерживать. Так что внешней политикой ей в случае победы будет заниматься легко и даже привычно. Особенно в таких вопросах, как отношения с Россией или Украиной. Напомню, Хиллари была одним из авторов идеи так называемой перезагрузки. Но в любом случае для Украины главное научиться лоббировать свои интересы в Америке. Как это умеют в других странах, для которых отношения с Америкой имеют очень большое значение. Просто чтобы не зависеть от перемены настроений американских избирателей. Дмитрий. Коллега, спасибо. Тихон Дзятко был с нами на связи из Вашингтона. И будем прощаться на этом. Ну, как видите, очень многое из того, что происходит за рубежом, напрямую влияет на нашу с вами жизнь. По крайней мере, на этой неделе. Сегодня мы старались за этим следить и узнавать из первых уст. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что доверяете. До встречи ровно через неделю.